В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается работа по выявлению эвакуации неправильно припаркованного транспорта. Один из рейдов прошел накануне. Летний лагерь «Улыбка» при Видномской гимназии вновь распахнул свои двери для юных посетителей. У нас лагерь направлен на оздоровление, на поднятие настроения ребятам. В Видном состоялся турнир по пляжному регби «Золотой песок». Турнир сам по себе был приурочен к закрытию сезона. И тут некая аналогия с золотыми медалями, которые мы в течение всего сезона зарабатывали. В Ленинском округе продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В Видном приступили к реставрации фасадов зданий в старой части города. Депутат Московской областной думы Владимир Жук совместно с гражданскими активистами оценил, как идут работы на школьной улице. Встреча Владимира Жука с жителями города Видное прошла на школьной улице, где на данный момент идет ремонт фасадов домов. Депутат Совета депутатов Ленинского округа Татьяна Ершова обратилась к местным жителям с вопросом о замене устаревших оконных рам. На вопрос ответила председатель дома 21 по улице Школьной. Жительница отметила, все работы производятся своевременно. У нас новые пластиковые окна в подъезде, и все закрывается, и если какая-то нужда подкрутить, у нас приходит быстро следствие, все делает, по заявке. Депутат Московской областной думы Владимир Жук оценил качество производимых работ. Ремонт идет в соответствии с графиком, а качество заметно уже сейчас. Не видим никаких сложностей, подрядчик работает ритмично, вопросов с жителями тоже нет, с ними поговорили. Все понимают, что есть какое-то время, когда нужно потерпеть, месяц-два, и дом получит совсем другой облик. Естественно, подходит и рассказывает еще о своих других проблемах. Мы их все берем на карандаш и будем решать. Жители подготовили социально значимые инициативы, о которых поделились с участниками встречи. Здесь вот паркуются наших машин, придомовых, мы не можем поставить. Машин очень много. Плюс заезжают, вот зачем-то заезжают, разворачиваются, иногда задевают другие машины. Вопрос сразу же был взят в разработку. Жительницы будут держать связь, чтобы совместно сделать территорию комфортнее. Давайте мы сейчас с вами обменяемся телефонами и начнем по этому вопросу работать. Разработка чертежей по благоустройству территории, проектирование дополнительных пешеходных переходов. Эти и многие другие проекты идут от жителей. Социально значимые инициативы помогают гражданам объединяться и совместно с администрацией и депутатами участвовать в благоустройстве города. Очень радует, что у нас есть активные люди. Конечно, будем продолжать в любом случае, потому что многие жители, особенно те, кто знают, особенно на районах, где мы живем, где мы работаем, ждут нас. Самое позитивное из нашего осмотра по поводу капитального ремонта кирпичных фасадов – это встреча с жителями. Оказалось, жители у нас активные. При участии председателя Совета Дома прошло обсуждение пожеланий и просьб жителей в сфере благоустройства, инфраструктуры, безопасности на дорогах и парковках. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. 18 июля Государственный пожарный надзор МЧС России отмечает 97 лет со дня образования. В этот знаменательный день в пожарной части номер 28, гордо Видное, состоялась экскурсия для детей, на которой ребята познакомились с этой уважаемой профессией. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стоферова. История Государственного пожарного надзора МЧС России началась 18 июля далекого 1927 года. Именно с этого времени стали проводить мероприятия по профилактике пожаров, в том числе осуществлять надзор пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и общественных организациях. В настоящее время в этот комплекс мер входят экскурсии для детей в пожарной части. В одну из них, в Видном, сегодня отправились воспитанники летнего лагеря «Улыбка». В плане экскурсии, естественно, рассказать детям о самом Государственном пожарном надзоре, его задачах, для чего сотрудники и инспектора надзора работают, что такое профилактика, как действовать при пожаре. Также детям рассказали, какими техническими средствами оборудована пожарная машина. И даже наглядно показали, как тушить пламя с помощью огнетушителя. Для этого инсценировали возгорание на специально оборудованном месте. Такие экскурсии сотрудники 28-й пожарной части проводят регулярно. Наша задача – привлечь молодежь в нашу профессию, потому что профессия спасателя, профессия инспектора Государственного пожарного надзора, она служит людям, служит спасению, служит сохранению жизни и имущества наших граждан. Ребята получили массу полезной для себя информации и остались довольны от этого познавательно-развлекательного путешествия. Нас познакомили с приборами, которые есть в пожарной машине, как она обустроена внутри, как тушат пожарные пожары все эти. Мне кажется, что она крутая тем, что в ней все такое прям геройское и можно тушить пожар. И тебя будут все за это благодарить. Будет приятно. В конце мероприятия детям раздали памятные листовки о правилах пожарной безопасности. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается систематическая работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки автотранспорта вблизи жилых комплексов. В этот раз жалобы поступили от жителей микрорайона Зеленой аллеи. Вблизи их домов высокая запаркованность, что существенно затрудняет проезд, особенно в час пик. Такая эвакуация по просьбе жителей организована администрацией муниципалитета совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Эта дорога идет от бульвара Зеленой аллеи до трассы М4 Дон и МКАД. От припаркованного транспорта до сплошной линии разметки менее трех метров, что нарушает правила дорожного движения. Многие жители работают в столице, поэтому в утренние и вечерние часы из-за неправильно припаркованных машин проезд здесь затруднен. Образуются пробки, время в пути значительно увеличивается. Не может проехать и строительная техника, и специальный транспорт. В результате проведенной работы на штрафстоянку эвакуировали три легковых и одну грузовую машину. Кроме штрафа за неправильную парковку, водители ждут и другие финансовые затраты. За эвакуацию и нахождение автомобиля на штрафстоянке. Рейды по выявлению нарушений на муниципальных дорогах будут продолжены. В этом году в Московской области по-настоящему жаркое лето. Чтобы охладиться, многие выбирают отдых у воды. Главное управление гражданской защиты Московской области напоминает, плавание может быть не только приятным, но и опасным. Ни в коем случае не плавайте в незнакомых местах под мостами и у плотин. Не заплывайте за буйки, обозначающие границы зоны купания. Не используйте для передвижения по воде предметы и средства, не предназначенные для этого. Не посещайте пляж и не купайтесь в нетрезвом состоянии. Будьте осторожны во время игр на воде. Не используйте не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства. Не отпускайте детей плавать без присмотра взрослых. Категорически запрещено купаться в местах с предупреждающими знаками. В случае чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 112. И пусть ваш летний отдых приносит только радость. Летний лагерь «Улыбка» при Видновской гимназии вновь распахнул свои двери для юных посетителей. В рамках оздоровительной кампании дети выезжают на различные экскурсии, посещают музеи и занимаются с педагогами. Как еще ребятам предстоит провести время в лагере, узнала Инга Инчук. Каждый день в лагере «Улыбка» начинается с зарядки. Нехитрые упражнения позволяют сбросить остатки сна и зарядиться положительными эмоциями на целый насыщенный день. А после зарядки ребята разделились на две команды и показывали свое мастерство в разных конкурсах. Ловкость и быстрота здесь были особенно необходимы, но решающими навыками стали сплоченность и организованность. Сейчас на смене в лагере отдыхает больше 50 человек. И чтобы совместный досуг приносил только радость и удовольствие, вожатые лагеря каждый раз придумывают что-то новое. У нас лагерь направлен на оздоровление, на поднятие настроения ребятам, чтобы доставить ребятам удовольствие, научить их коммуницировать между собой, потому что в любом случае досуг, ну как бы праздник – это взаимовыручка. На эту смену у ребят запланирована программа с поездками и обширной культурной программой. У нас запланировано очень много мероприятий. Сейчас наша смена только началась. Прошло мероприятие «Первое про день здоровья». Будет экскурсия в пожарную часть, мы сегодня пойдем. И вообще у нас запланировано очень много экскурсий по городу. Мы будем ходить в историко-культурный центр, в библиотеку, в кинотеатр «Искру». Первый день в лагере «Улыбка» прошел удачно. Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сегодня они пошли домой в хорошем настроении, чтобы вернуться сюда завтра полными сил для новых свершений. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Турнир по пляжному регби «Золотой песок» состоялся в Видном. В нем приняли участие 140 воспитанников регбийного клуба «ЦСКА». Не меньше было и болельщиков. Максим Козлов расскажет подробности. 20 команд в пяти различных возрастных категориях от 12 до 18 лет. Борьба не только с соперниками, но и с вязким песчаным полем, азарт и постоянная битва за мяч. Такими стали соревнования «Золотой песок» регби-клуба «ЦСКА». Как признался один из организаторов, название было выбрано не случайно. Оно было связано с тем, что, естественно, песок очень красивый и золотой в городе Видное. Помимо этого, турнир сам по себе был приурочен к закрытию сезона. И тут некая аналогия с золотыми медалями, которые мы в течение всего сезона зарабатывали. Пляжный регби отличается от классического. Нет ворот только по пять игроков в команде, значительно меньший размер поля, упрощенный подсчет очков. Тайм длится всего пять минут, но страсти здесь кипят не меньше, чем в классике. Жаркое солнце стало еще одним испытанием для спортсменов. Но организаторы подготовили для юных бойцов приятные сюрпризы. Сегодня день хороший, хороший пляжный регби. Тем более после него можно окунуться в прохладный бассейн. Играем в пляжный регби. Здесь рядышком прохладный бассейн. И скоро нам принесут пиццу. Здесь очень классно. Несмотря на жесткую борьбу, атмосфера на этом празднике спорта царила дружеская. В соревнованиях «Золотой песок» приняли участие регбисты из Москвы. Ленинский округ был представлен командами из Видного и Развилки. Также приехали гости из Долгопрудного и Ступина. Всего 140 человек. Мы географически здесь все рядом. Мы сильно не делим МКАД и ЗАМКАДе. То есть мы все в одной какой-то вот такой структуре варимся. Все приезжаем друг к другу на соревнования и дружим. Регламент соревнований и система поощрений были устроены таким образом, что большинство участников получили награды. Максим Козлов, Максим Константинов. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова